здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас на канале buon baby если вы еще по каким-то причинам на нас не подписаны обязательно сделайте это прямо сейчас а также поставьте лайк колокольчик чтобы не пропустить наши следующие видео сегодня у нас с вами на обзоре новинка 2019 года nurdi luna эта коляска очень похожа на коляску viva life от tutis объясню почему потому что во первых хобби коляски сделан на одном заводе это один и тот же производитель также у них сделаны люльки по одинаковой технологии арсель то есть используется полимерный материал который очень легкий и регулирует термоклимат самой люльки во всем остальном это абсолютно разные коляски и еще немаловажный фактор новинка практически на 17 тысяч дороже чем viva life и в этом видео мы сделаем такой сравнительный анализ почему такая большая разница сравнение я бы хотел начать позиционирования на самом деле бренд nurdi позиционируется как норвежский дизайн изначально бренд так и было задуман что эта коляска она должна максимально подходить для холодных северных регионов в том числе для норвегии других там скандинавских стран если говорить о тканях то производитель заявляет что точно такие же ткани он покупает на фабрике откуда закупаются armani и hugo boss и так далее то есть это высококачественные ткани даже на самом деле вот мы достали коляску прямо из коробки и видите что нет ни одной морщинки кроме того в самих тканях используются технологии импрегнации это специальная технология которая направлена на обработку тканей чтобы они стали обладать водоотталкивающими свойствами и защитой от огня здесь у нас будет достаточно высокий борт внизу он крепится на петельке а также сверху его можно будет закрепить на петельке здесь обратите внимание что еще остается большое окошко для присмотром за малышом если этого для защиты малыша недостаточно то здесь есть дополнительная молния она кстати влагозащитная и плюс она еще светоотражающая вот таким вот образом можно опустить капюшон здесь одновременно появится и вентиляция причем сетка сделана черного цвета чтобы рассеивать ультрафиолет да и рассеивать солнечные лучи а с обратной стороны люлька у нас будет абсолютно закрывать малыша вот этот капюшон да абсолютно закрывать малыша от попадания прямых солнечных лучей у вива life используются совсем другие материалы но здесь достаточно высокий бортик такой же да он также тут на пуговках вот если я его подниму также можно будет защитить и здесь есть метровое окошко единственное здесь нельзя опустить капюшон здесь вот таким вот образом эта зона открывается и все вот это отличие в капюшонах кроме того здесь осталось одинаковой технологии опускания капюшона бесшумные нажимаете на кнопочку одной рукой и опускаете такая же технология у нас и на луне вот таким вот образом это все бесшумно как крепится накидки на люльки до вива life используется кнопка и крепится она в натяг до у луны маленько по-другому сделано здесь вот на бортах есть магниты и вот здесь вот они на обратной стороне на самой накидки и они достаточно широкие и видите очень я легко попадаю а не такие хорошо притягивает в остальной части до точно также используется в натяг внутренняя часть коляски сделан точно так же как у в его life здесь у нас используется хлопок внутреннюю часть у нас держится на молнии и здесь используют такая же технология арсель такие же такая же новая технология естественно вентиляции если говорить о матрасе то матрас здесь используется халконовый а внутренние размеры будут такие же, как у Viva Life. У Луны будет в комплекте только вот такая дизайнерская сумка. Она не рюкзак, но ее можно будет носить на плечо или можно носить вот так вот на руке. Если вам понадобится москитная сетка или дождевик под стаканик, то нужно будет купить универсальные. Фирменные аксессуары появятся только следующей осенью. Если сравнивать Viva Life и Nour de Luna, то по прогулочным блокам, то прогулочные блоки здесь абсолютно разные. О прогулочном блоке на Viva Life вы много узнаете в других обзорах. Единственное скажу, что он здесь достаточно широкий, 38 сантиметров. Здесь глубокий капюшон. Здесь, чтобы регулировать капюшон, нужно нажимать на красную кнопочку с одной стороны. Сама прогулка имеет горизонтальный наклон спинки. Вот здесь будет у нас матрасик. Сама накидка на ножки крепится у нас на кнопочки с внутренней стороны. В верхней части у нас есть секция, которую на молнии вот таким вот образом можно было отстегнуть и подогнуть. Если, допустим, ветреная погода или холодно, то можно вот таким вот образом это все поднять. Еще обратите внимание, каким образом прогулка крепится. Здесь вот сбоку есть вот такой гвоздик, и здесь просто цепляете ее. Я считаю это очень прикольно, удобно. Здесь также, как у Viva, шикарный капюшон. Он имеет две секции. Кстати, вот эти вот молнии, они влагозащитные. Ничего уже нажимать не нужно, просто под своим усилием можно вот таким вот образом пустить. Таким образом у нас будет секция на зимний период и секция на летний период. Здесь мне очень нравится, как реализована функция опускания. Все сделано очень плавно. Внутри у нас с вами не будет матрасика, но будет подголовник для малыша. Потом, если он не нужен, здесь он на кнопочке сверху крепится. Ну, пятиточечные ремни, бампер. Единственный бампер и межпаховая перемычка, они сделаны из эко-кожи. Сразу скажу, что эко-кожа здесь очень деликатная и очень мягкая. Также бампер регулируется по высоте, что будет удобно на зимний период, чтобы ножки ребенка даже в зимней одежде сюда легко поместились. Здесь у нас достаточно грубая ткань, а здесь у нас пластиковая основа. Кстати, подножка тоже регулируется по высоте. Кстати, по поводу размера прогулочного блока прогулочный блок будет меньше, чем у Viva Life, но достаточно просторный. Длина будет 95, ширина 33. Кстати, если ваш малыш уже подрастет и вы еще пользуетесь прогулочной коляской, подножку можно подогнуть вот так вот в нижнюю часть и здесь использовать такой же материал, что и здесь. То есть ребеночек сможет ставить ножки сюда и когда будет слазить и подниматься, он, знаете, сделан такой шершавый, то есть ножки не будут соскальзывать, ему будет удобно сюда наступать. Ну и, конечно, одно из основных, ну или, пожалуй, даже основное отличие, это, конечно, в рамах. Во-первых, посмотрите по дизайну. У NURDI рама выглядит намного лаконичней. Обратите внимание, что вот в этой вот зоне между вот этими осями, да, здесь нет перемычки, как, допустим, здесь. За счет этого пропорция рамы и вообще внешний вид, дизайн, она выглядит намного легче, да, изящней. Если говорить о металле, здесь используется усиленный металл, особенно в местах складывания, он называется Hardox. Чтобы вы понимали, такие же материалы, допустим, используются в экскаваторах, да, вот в этих ковшах. То есть он действительно очень износостойкий и очень прочный. Кстати, вот эти вот пластиковые части тоже сделаны из очень высококачественного материала. Это смесь нейлона со стекловолокном. Слово стекло не бойтесь, это специально сделано для безопасности, наоборот, малыша. Этот материал будет очень крепким. Благодаря всем этим технологиям, да, эта коляска получилась очень крепкой, при этом она еще и легкая, и она соответствует самым строгим европейским стандартам, которые сейчас действуют в Европе. А вес рамы с люлькой Luna будет 12,5 килограммов, а с прогулкой где-то на килограмм на полтора побольше, около 13,5-14. Кстати, на самой раме вы не увидите элементов для сложения. Обратите внимание, вот в этих местах на других колясках вы бы увидели какие-нибудь кнопки, которые нужно нажать, потянуть, что-то такое. Таким образом, производитель, смотрите, убрал все эти элементы сложения внутрь, и рама стала настолько изящной и простой. Смотрите, как это складывается, да, рама. Нажимаем на внутренние части на кнопки, доводим ручку до сюда, и потом вот этот вот рычаг, когда мы нажимаем, это как раз и есть механизм сложения. Причем обратите внимание, что коляска у меня стоит на тормозе, и вот в таком положении она будет стоять. И если я положу, посмотрите, как мало места она занимает. Действительно, сложение очень компактное. Ну, я думаю, здесь рулетка не нужна. Сразу видно на глаз, да. Вот это у нас с вами рама от Viva Life, а вот это от Nour de Luna. Чтобы разложить раму, с внутренней стороны оттягиваем фиксатор и просто поднимаем вверх. Вот таким вот образом. Кстати, обратите внимание, что корзина здесь закрытого типа. Она небольшая, а вот эта спереди у нас светоотражающая надпись. Итак, давайте подытожим. Мы просто уверены, что у нас будет много вопросов, а какую коляску выбрали вы, а почему нужно выбрать эту коляску или ту и так далее. Напомню вам, что разница в цене 17 тысяч. Это достаточно много. Это знаете, чтобы вам было понятней, может быть, я сейчас больше скажу на языке PAP. Есть машина, Volkswagen Touareg, а есть, допустим, Porsche Cayenne. Обе машины сделаны на одинаковой платформе, но разница в цене очень большая, такая же существенная, как и здесь. И находится покупатель и на Porsche, и на Volkswagen, потому что действительно обе машины хорошие. Здесь похожая ситуация. Действительно сделана одним и тем же производителем. Действительно здесь одинаковые люльки сделаны. Но как раз вот в этих деталях кроется вот эта разница. В тканях, в каких-то разных прогулочных блоках, абсолютно новая рама и так далее. На самом деле, когда мы только получили эту коляску, мы точно так же задумались, почему же такая огромная разница в цене. Но как раз когда начали разбираться в технологиях, в тканях, в элементах, в металлах, которые здесь используются, мы поняли, что разница в цене вполне оправдана. А какую купить коляску, такую или такую, решать, конечно, вам и вашему бюджету. Обе эти коляски вы сможете купить в интернет-магазине Buan Baby. Ссылочку мы оставим внизу. А вам желаем легких родов и здоровых малышей. До встречи!